СВЯТЛАНА КНЯЗЕВА Разом на ахове правоупрацовных профсоюзы Гомельской, Курской и Ленинградской областей обмерковали в опыт двух краин и подписали пагаднением. Ауто старые, маршрут новые, энергетики до Дня Незалежности провели ретро-аутопробег. Дождливо и прохолодно, потепления на этом тыдне не будет. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко уручил державные узнагороды представникам разных сфер. У Палац Незалежности были запрошены те, кто досягнул наивысшейших выникал у мирной працы и ратной справе. Орденов, медалев и гоноровых званев удостоены амаль четыре десятки человек. У першоню у найновшей истории Беларусской держав были уручены медали за вырытованное життем. Узнагороды отрымал и представник нашего региона. Начальник отделения по грамадзянстве и миграции, милиции, громадской беспеки, отдела внутренних справ Житковицкого райвы Канкама Денис Романчук. А кроме того, гонорового звания заслуженный наставник Республики Беларусь, удостоенный наставник працонного навучания середня школы номер 13 города Жлобина Виталь Гузов. У гэтай дни с рабочим визитом у Гомелес находятся делегации профсоюзных объединений у Российской Федерации. Представники Ленинградской и Курской областей сустрелись со старшинёй Гомельского областного объединения профсоюзов Алексеем Неверовым, керувниками голеновых организаций и представниками туристичной сферы. Нагодой для проведения перамоу за круглым столом стало подписание погадненья об супрацовнестве. И коли початок сябровства с Курской в областью был дадзены три годы тому, то Ленинградская целком новый для гомельщины партнер. Дарыши, до гэтага Ленинградская Федерация профсоюзов супрацовнішала только с Минском. Гомельщина стала первым регионом, за яким подписано такое погадненье. Проекты обо двух документов были распрацованы загадзе. Сгодно с ними, прайоритетным направлением супрацовнества станет туристичная сфера. Узаемный обмен скидками – один из головных кроков. Иншими словами, погадненье дасть махшимость працовным нашего региона по ильготным тарифе отпочивать у российских здравницах. Такую ж послугу россиянам пропануе «Беларусь-турист». Причим, окромя санаторно-курортного отпочинку, беларуский бок пропануе варианты промыслового туризма, які отрымливая усе большую популярность у замежных гостей. Принимать будем с удовольствием у себе, приглашаем всех. И то же самое будем ездить в Беларусью не только на экскурсию, а на профессиональные мероприятия по обмену опытом, на оздоровительные мероприятия с тем, чтобы обогащать наши взаимные связи. Планы на сотрудничество между Санкт-Петербургом, Ленинградской областью, а также Курском, очень большие. В первую очередь, это, конечно, на той площадке оказания услуг, в первую очередь, туристических и по оздоровлению, что мы запланировали в своем соглашении и описали. Это первое. Второе – обмен опытом по правозащите работников и членов профсоюзов и одной, и второй области, а также нашей. Также культурно-массовые работы, которые, в принципе, неотъемлемая часть, также нашей профсоюзной работы. А сегодня делегации профсоюза у Курской и Ленинградской областей наведали промысловое предприемство Гомеля. Тут они ознайомились с работой по социальной подрымце працонных. Первая в программе – кондитерская фабрика «Спартак». Ее продукция добра вядома за межами Беларуси, особливаяся род российских спожилцов. Гостей на предприемстве цекавить усе – от организации вытворчиха процессу до умов працы. Особливая увага – социальным гарантиям, предугледженным коллективным погоднением. До прикладу, кожный работник мае медицинскую страховку на 2000 рублев. 500 рублев выделяются у вынеку на роджение детяти. А кроме этого, предугледжены 30% скидки на бытё путёвок у санатория Беларуси и бесплатные поездки на экскурсии. Замежные гости отзначили высокий узровень профсоюзной работы и вызначили на керунке, где можно перонять беларусский опыт. Мы завидуем технологиям, которые существуют здесь, соблюдение всех норм производства, охраны труда, техники безопасности, но и уровень зарплаты, чтобы можно было обеспечить достойную жизнь. У святочных мероприемствах с нагодой Дня Незалежности в регионе приняло удел больше 93 тысячи человек. З их 60 тысяч – в областном центре. Разом выканать гимн родной краины на пляцок города собрались 15 тысяч горожан. При этом буйных правопорушениях в этот день не зарегистровано. Ясно передо дни свята уся милиция региона была переведена на усмотренный вариант несения службы. Практично 100% особого склада милиции было заденчено подчас проведения урочистостей. Ни на одной из пляцовок, где проходили массовые гуляни, не зафиксовано здоровье. Дело в том, что наши люди-то правосознательные. И они прекрасно понимают, что когда происходит такой государственный праздник, когда такие торжества проходят, то едва ли у кого-то есть желание нарушать общественный порядок и таким образом попадать в тот же специализированный изолятор, чтобы проснуться утром. Тем более, я думаю, что сыграло роль и тот факт, что сегодня у нас рабочий день. И поэтому люди отдавали себе отчет, что после фейерверка в 12-м часу ночью необходимо уже не искать дальнейших приключений, а возвращаться домой. С сегодняшнего дня истотно спростился парадок выплаты мытных платежов. Теперь, незалежно от мытни, у какой будет ожитивляться декларование товаров, выплата платежов, как у белорусских рубляк, так и у валюте, повинны рабиться на один рахунки Минской центральной мытни. Ранее возникали выпадки, когда субъект плановал увозить товар праза одну мытню, отличал гроши на ее рахунок, а потом менял решение и заезжал праз иншую. За это доводилось писать заяву, чтобы ожитивить залик платежу. Часом на это сходили целые сутки. Зараз такие проблемы не возникнуть, гроши могут быть выкористаны у любым мытным органам Беларуси. Сгодно с нововведением у разликовых документах на выплату у поля ОНП бенефициара, варто показывать ОНП Минской центральной мытни, який вы зараз бачите на своих экранах. Больше подробязную информацию можно найти на сайтах мытных органов. Кроме того, в настоящий момент также изменился порядок возврата денежных средств, авансовых платежей, либо остатков денежных средств таможенных. В настоящий момент за возвратом необходимо обращаться в Минскую центральную таможенную. Вообще вот такие нововведения, которые вступили 4 июля, они направлены на сокращение времени выпуска товаров, чтобы обеспечить благоприятные условия для участников экономической деятельности, чтобы они фактически получали товар с колес. И дом, и хата. Худка у Гомеля з'явится перший у регионе дитячий садок, размещенный на першем по версии жилого дома. Уже в наступном годе он примет своих выхованцев – 60 хлопчиков и девчонок. Побач с гэтым домом у 19-м микрорайоне растут ясчэ два. Яны складаюць одну группу загульной инфраструктурой. Их сдадуть у вересни, а до Нового года, хучай за усё шмат поверховки, уже будуть целком заселенные. Бо попыт на кватеры у гэтым и суседних микрорайонах стабильно высоки. До того ж, по задумце архитектору, вокруг домов будуть не только пешаходные дорожки. Тут з'явится великая спортивно-гульневая зона. Отпадшись с корыстью змогуть не только дети, а и дорослые. Эта территория будет благоустроена по мировым стандартам, где потоки машин будут полностью отделены от детской зоны, игровой зоны. Также благоустройство предусматривает собой тренажерную площадку, спортивную площадку, велодорожки, велопарковки около подъездов. То есть это группа жилых домов со средой обитания. Плануется, что у худким будущим на Валатаве и у инших районах Гомеля з'явятся такие же группы домов с убудованными детячими садами. Лето пора, якую школьникам треба провести весело и с корыстью. Все лето у Гомельской области организована работа больше, как тысячи оздоровленчих лагеров на базе установ адукации. Их наведают свыше 33 тысяч навученцев. Формы летней занятости самые разные. Утым лику профессийная ориентация и працовная дейность. У летние лагеры отправились наши корреспонденты и высветлили, чому отдают перевагу дети и педагоги. Клопотливые батьки марить, кабыг дитя выросла достойным человеком и шматчего досягнула у житти. А для этого треба сформировать працавитость, дисциплинованность и инициативность. Управление адукации пропануе подлеткам разные варианты корыстного проведения часу. До приклада, лагеры працы и отпочинку представляют смахчимость неполнолетним зараблять на кишенные выдатки там, где не потребуется высокая квалификация. На них заводится трудовая книжка, оформляется договор и по прошествии 9 дней, это период, когда работает профильный лагерь, как правило 9 дней, дети смогут получить свою первую заработную плату. Размеры заработка колеблются от 20 рублей до примерно 100 рублей, где-то там 120-150 рублей. Все зависит от фронта выполняемых работ, от их сложности безусловно. Как быть заличенным в працевный лагерь, достатково жаданья и заявы. А еще важно не мырновать час, бо места у значительно меньше, чем жадающих их занять. Наученцы Уваровецкой средней школы Будокошелевского района до приклада уйдут на подмогу мясцовые господарцы. Мы делаем большое дело для родного колхоза. На поле есть основная культура, есть примеси. Основная культура вот на этом поле – это пшеница. Есть еще третикалий, и их надо эти примеси вырывать, потому что если проверяют зерно, и там есть примеси, то могут не принять. Я работаю для того, чтобы осуществить свою мечту. Я хочу купить себе зеркальный фотоаппарат. Дети всегда с интересом идут. Кроме того, после лагеря они даже индивидуально приходят и трудоустраиваются еще, и дальше продолжают работать. Интерес есть. Интерес не только в деньгах, но и в помощи родному хозяйству. Заработают они около 200 рублей, может быть чуть больше. Это хорошее подспорье для ребят, для того, чтобы они где-то реализовали свою мечту, где-то помогли даже и родителям. Оздоровленные працованные лагеря сприяют на бытю практичных умений и навыков. Кроме этого, они приносят скорость подлеткам, калипер от имя наибольшего острова повстают пытания износиного, наладживания стасунков с одногодками и батьками. Про великой разностайности пропонованных профильных лагеров ворота особливо отзначит ТИЯ, что працуют в рамках проекта «Профессийные каникулы». В чем изюминка этих лагерей? В том, что ребенок, который зачислен в этот лагерь, примеряет на себя различные профессии, ходит на предприятия, посещает учреждения высшего образования, профтехобразования, пробует себя в качестве повара, в качестве техника, в качестве инженера и по итогам вот этих девяти дней защищает свой проект. Кем я хочу стать в будущем? Усягоу школьную оздоровленную компанию за леком усих профильных лагеров плануется притягнуть больше за 33 тысячи детей и подлетков. И, если бы на керунок не обрали школьники, ясно одно – лагерная змена да поможет детям знайстись об ров, открыть в себе новые сдольности, стать мать с ней духовной и физичной. Наталья Игнаценко, Ганна Каральчук, Сергей Лукашук. Телерадоакомпания «Гомель». А зараз коротко про надворье. У ближайшие сутки на Гомельшине будзе воблачно с прояснениями у особных районах Макшимы, короткошасовой дажжи и на Вальнице. Подадзенных областного гидрометэцентра завтра у регионе парывы ветра будзе досягать 50 метров за секунду, месцами до 14. Слупок термометра у день максимально уздымится до плюс 22 градусов. У шацвер характер надворье истотно не изменится. Температура поветра у ночи будзе варьироваться от 6-11 градусов со знаком «плюс» у день до плюс 21. У пятницу сёма галлипеня опадка не прогнозуется. У ночи поветра прогреется до плюс 5-10 градусов, у день до 22 градусов тепла. На выходных у регионе перелажно будзе без опадка, только у особных районах Макшимы, короткошасовой дажжи и на Вальнице. У ночи шакается до плюс 13, у день до плюс 23. Вернемся до святочной темы. Супрацовники республиканского унитарного предприемства «Гомель Энерго» с на годы Дня Незалежности провели ретро-аутопробег. Маршрут пролягал по Нараулянским и Ельским районах. Гости наведали памятные мястины гэтых полесских регионов. Несмотря на столь ранний час, 7 часов утра на центральной площади Гомеля скопление автомобилей, привлекающих внимание прохожих. По уже сложившейся традиции отсюда стартует автопробег энергетиков на ретро-автомобилях по отдаленным уголкам Гомельской области. Самое главное, мы хотим подарить праздник. Праздник не только себе, но и тем людям, куда мы приезжаем. Это у нас уже шестой автопробег. Вы можете посмотреть, какая техника, то есть очень уникальные, антикварные вещи у нас здесь. Безусловно, мы не забываем свои корни и всегда с нами вместе наши партнеры. Это и общество воинов афганцев всегда. И, конечно, мы приезжая, всегда не забываем наших ветеранов. Когда-то идею автопробега по местам боевой славы подсказал генеральный директор республиканского унитарного предприятия Гомелинерго Александр Петух. Тогда он возглавлял крупную структуру и его увлечением заразились коллеги. Когда-то моя была любовь, хобби. И когда было время, в детстве я когда-то машинами занимался, потом была работа, некогда, на пенсии уже здоровье не позволяют, но тем не менее, вот мои две любимые машины стоят. Вот Победа – это моя ровесница, ей уже 63 года. Поэтому вот, ну как-то, как родное. Мне многие предлагали выкупить их там, перекупить, перепродать. Посмотрю, посмотрю, лучше она пускай во дворе стоит. Каждая из этих авто ценна экземпляр, но стоять в гараже и долгое время ждать своего звездного часа они не привыкли. В праздничные дни Ретроколонна посещает места захоронений воинов, погибших в Великой Отечественной войне и места памяти земляков, отдавших жизни в локальных конфликтах. В этом году участники автопробега проложили путь из Гомеля до Наровли и Ельска. Среди участников автопробега традиционно военно-патриотический клуб 53-й полк НКВД, который действует при филиале «Энергосбыт». Несмотря на дождливую погоду, жители Наровли присоединились к церемонии возложения венков, к памятнику воинам-освободителям. Минута молчания и оружейные залпы в честь подвига погибших продолжили памятную церемонию. Позже раритетные автомобили были выставлены на всеобщее обозрение на площади города. Главная задача – это воспитательная работа патриотизма, любви к родине, мир, добро. Ветераны войны в Афганистане – это прямые, наверное, наследники, чтобы принять астафету патриотизма, астафету от ветеранов Великой Отечественной войны и дальше продолжать все это. Поэтому вот пример энергетики показывает, как сегодня нужно это еще делать. Мне очень приятно осознавать то, что такие автопробеги у нас сегодня востребованы и желаны. Мы участвуем в сохранении истории нашего государства, в сохранении памяти о войне, о других трагических событиях в истории нашего народа, тоже чернобыльской катастрофе. И вы знаете, эти автопробеги уже стали частичкой нашего коллектива энергетиков. Мы действительно искренне это делаем. По традиции энергетики привозят с собой подарки для детей. На этот раз ключи от мотоцикла были переданы ученикам Наравлянского государственного профессионального лицея. Следующий пункт – остановки, участников патриотического автопробега город Ельск. Участники памятного мероприятия почтили память погибших воинов-интернационалистов. Позже митинг памяти состоялся у обелиска в центре города. В тот день звучали обещания верности традициям дедов и прадедов. День независимости Республики Беларусь – праздник всех, кто гордится Родиной. Генеральный директор Гомель Энерго – это, ну, человечище, который, человек слова. То есть он же является еще у нас и председателем федерации борьбы дзюдо в Гомельской области. Редко встретишь людей, которые говорят и делают, которые близко не состоят к дзюдо. Люди, которые на сегодняшний момент, которые готовы чего-то отдать, они достойны уважения. Самое интересное, вот мы выехали с Гомеля, и люди машут руками. Это хорошо, люди воспринимают это как акт доброй воли. Ельский выставка редких авто также вызвала неподдельный интерес взрослых и детей. Они могли вдоволь посидеть за рулем старой техники и сфотографироваться на память для семейного альбома. А рядом с раритетами новая «Газель». Это подарок от Руб Гомель Энерго для воспитанников Ельской юношеско-спортивной школы по дзюдо. Финальной же точкой автопробега по девизам «За сильную и процветающую Беларусь» стало выступление заслуженного любительского коллектива «Скорбонка», который работает при гомельских тепловых сетях. В исполнении самодеятельных артистов прозвучали лучшие композиции коллектива. Вообще же, начиная с 2012 года, участники автопробега посетили Брагин, Хойники, Луэв, Корму, Чечерский, поселок Октябрьский. Каждый год новый маршрут на уповсеместно колонну раритетной техники местных жителей приветствуют радушно и приглашают приехать снова. Наталья Игнатенко, Анна Ковалева, Евгений Макинка, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее у эфира «Спортивный огляд с новинами спорта» вас познайомит Максим Савин.